Итак, вам 40 лет, 45, 50 или больше. На самом деле, действительно, какая разница? Если вы занимаетесь своим здоровьем, то это действительно не принципиально. Не возраст предопределяет ваше здоровье. Женщина, которая молодеет, это женщина, которая в полной мере использует Богом данный ресурс в виде головы, которая наполнена мозгами. Мозги используются по назначению. Они используются для того, чтобы выстраивать свою стратегию. Какая стратегия в вашей жизни? Вы понимаете, что жизнь дается один раз. И каждый сегодняшний момент, который вы творите сами своими руками, своим сознанием, своими решениями, предопределяет ваше будущее. Если сегодня вы злоупотребляете явно вредными вещами, пренебрегаете явно полезными вещами, то безусловно, что без лекарств, без проблем последующие годы никак не могут сложиться. Просто так не бывает, чтобы здоровье разрушать, проверять свои ресурсы, свой генетический данный запас прочности здоровья на прочность. И вот, чтобы все было гладко, и чтобы все было прочно, крепко, и вот вам сто лет жизни здоровой, крепкой, без проблем, при том, что вы все время ее только разрушали. Так не бывает. По крайней мере, при нынешнем положении дел, с экологией, стрессами, с качеством современной еды, так не может быть. Просто не может. Поэтому стратегия вашей жизни, это, по сути дела, то, что вы выбираете. Или заботу о здоровье ежедневную, ежечасную, сейчас, и в будущем минимизация проблем. Или же, пускай идет, как идет, и, по сути дела, этой дорогой идут миллионы, миллиарды людей, которые устали довольно легкой добычей фарм-бизнеса, к огромному сожалению. То есть люди потребляют лекарства, которые можно было бы не покупать. Делают лекарства, которые можно было бы не делать. Занимаются лечением тех болезней, которые могли бы не возникнуть, если бы вовремя, в нужное время люди занимались профилактикой. Предметно, к женскому, скажем так, взрослению. Имеет отношение несколько проблем. Я выделю только ограниченный круг этих проблем, те, которые просто вот на поверхности, они вопиют. Патология сердца и сосудов. Женское сердце, когда лишается эстрогеновой защиты, когда уменьшается эстрогеновая защита миокарда, число женских инфарктов и инсультов возрастает, ну, по сути дела, в разы. Чуть ли не в 10 раз. И когда женщина входит в этот период, в менопаузу, на самом деле, она может узнать о том, что у нее вот уже, у нее бахнул климакс, тогда, когда она попала в реанимацию с инфарктом. Первый человек, который говорит, здравствуйте, у вас климакс, это кардиолог реанимационной бригады, потому что инфаркт у женщины, это, как правило, снижение эстрогеновой защиты миокарда. Это может быть первый симптом, который, ну, вернее, неправильно сказать, первый гром с не очень ясного неба, который четко показывает. Ваш период расплаты за упущенное время в молодости, вы не занимались профилактикой, вот этот период уже настал. Он мог бы не случиться, если бы люди занимались профилактикой вовремя, как только они поняли, что здоровье – это очень большая ценность, и сразу бы занялись, не дожидаясь вот этих маленьких звоночков, грома с ясным небом, тревожные сигналы были очень тревожных. Не ждите. Займитесь профилактикой здесь и сейчас, сегодня. Остеопороз. Ну, женский остеопороз – это, естественно, проблема, которую знают практически все, те же самые женские половые гормоны, когда их уровень снижается, из костей убегает кальций. Если женщина еще не доедала кальций и витамин D в течение всей своей жизни в детском, подростковом периоде, в зрелом, то, естественно, в период, ну, скажем так, после 45, когда сокращение костной массы – это вполне логичный, закономерный процесс, происходит расплата за недоеденный в детстве, в подростковом периоде, во время зрелости, недоеденный кальций и витамин D. Рак. К сожалению, именно на таком изменении уровня гормонов происходят очень неприятные вещи, например, ослабление иммунной системы и возникновение раковых заболеваний. Я немножечко вас напрягу сейчас графиками, они неприятны крайне, ну, их желательно видеть, а потом мы перейдем в более приятные темы. Итак, женщины, мужчины. Рак груди на 100 тысяч человек в год. По возрастам рак груди, как вы видите, от 35 и пошел вверх, вверх, вверх. Очевидно, что потом просто число женщин в таком возрасте уменьшается. Понимаете, какая штука. Но вопрос в том, что вот это возрастание числа женщин, которые заболели раком груди, оно действительно катастрофично. Этот уровень, он есть всегда, в любом возрасте. Женщина рискует, потому что у нее эстрогены, потому что есть канцерогенные эстрогены. Ну, это понятно. Но возрастание, связанное с гормональной перестройкой, оно, к сожалению, непререкаемо. Это даже не теорема, это аксиум. Поэтому нужно что-то делать. Рак шерики матки и инфекция. Значит, попиломовирусная инфекция, на самом деле, ну, это такая штука, с которой можно работать. Крепайн, эндолтрикарбинол, у вас все есть с этим работать. Но вопрос в том, что рак шерики матки – это тоже та болячка, которая с возрастом, к сожалению, становится более частой. Что, безусловно, неприятно. Скажу сразу, что ВПЧ, вирус попиломатоза человека – это такая неприятная канцерогенная штука. Этот вирус, который, к зрению, пока не управляем вакцинами, лекарствами. То есть рак можно выявить, как можно скорее удалить. Эти опасные попиломы тоже поудалять. Но на уровне профилактики у нас есть чудесное средство. Мы каждый день, скажу сразу, его зовут Крепайн. Крепайн – это то, что можно кушать каждый день. Там столько брокколи, сколько нужно на каждый день. В виде этого очень мощного экстракта. Крепайн – это продукт действительно на каждый день жизни. В отличие от эндола, который можно кушать какими-то не очень длительными курсами. Вы об этом, конечно, знаете. Но я хочу, чтобы мы с вами пришли к единому знаменателю. Время нашей жизни – это очень тонкая материя. Оно уходит, оно идет только в одну сторону у людей. У людей время идет только в одну сторону. Мы не способны его повернуть вспять. Но мы можем инвестировать его вместе со своими усилиями и знаниями в то, чтобы продлить годы нашей жизни и добавить жизни к этим годам, чтобы они были более здоровыми, более живыми. И все-таки, чтобы эти годы были больше, более протяженными. Остеопороз. Ну, понятно, что у мужчин и женщин сравнивать нет смысла. Разная гормональность, разные причины, разная управляемость. Вот этой самой костной массы со стороны гормонов. Женщины, естественно, больше страдают от остеопороза. И возраст, когда это более значимо. Обращаю ваше внимание на то, что, к сожалению, женский остеопороз 40 и дальше, и пошло вверх. То есть, естественно, зависит от возраста. И, к огромному сожалению, женский остеопороз – это такая очень коварная штука, которая накапливается с детства. Детский, подростковый возраст и критичны, чтобы девочку нафаршировать в достаточном количестве хорошего качества кальцием каждый божий день. Кальций, витамин D и прочие витамины, минералы, микроэлементы. Но вопрос в том, что когда женщина вынашивает ребенка, она отдает ему кальций, даже если ей хватало в детстве, и в подростковом периоде все равно на кальций будут из своих костей отдавать. Вопрос в том, что ей во время беременности надо его восполнить, и после беременности восстановиться. И вся жизнь женщины – это, по сути дела, работа с наиболее вероятными зонами риска. И кости здесь очень высоко вероятный риск остеопороза. Тем более, что вы наверняка помните эти слайды, я их показываю на каждом вебинаре, посвященном здоровью детей, о том, что не меньше половины детей страдает от дефицита костной массы, то есть от остеопении. Если мальчику это касается постольку-поскольку, девочек это очень сильно касается, потому что если впереди беременность и утрата костной массы от сдачи кальция ребенку, но просто хватит ли ребенку, будет ли ему хорошо, если там в костях сел стронций вместо кальция, и будет ли хорошо самой недокормленной кальцием женщине. Что касается потребностей в кальции, естественно, шейный остеохондроз, то требуется и кальций, и хондроитин для того, чтобы мозги кровоснабжались должным образом, чтобы не было в юности гипертонии, в зрелом возрасте гипертонии. И все это, естественно, так хорошо укрывается, к сожалению, атеросклерозом. К огромному сожалению, ему способствуют не только нарушения в диете, стрессы, неправильное питание, но еще и, к сожалению, целый ряд лекарств, которые мы поедаем от головы, от давления, от низкого, от высокого, от головных болей, мы не всегда отслеживаем этот факт, что они плохо влияют на печень, а метаболизм холестерина – это все-таки печень. Сосуды – это следствие. Причина – это то, что в желудке и в состоянии печени. А если в желудке лекарства, и они влияют на печень, то, естественно, хорошего можно ждать, если всю жизнь женщина кушает какие-то лекарства. От головы, от спины, от критических дней, от нервов, для сна, и вся жизнь, по сути дела, с большой косметичкой, набитой лекарствами. Я не думаю, что вы удивлены этими словами. Я уверена, что вокруг вас достаточно много людей, которые живут, не расставаясь с большой увесистой косметичкой, набитой лекарствами. К сожалению, я таких людей, и видела, и продолжаю видеть, и их переход, например, с гипотоника в гипертоника, в том самом критическом для женщины периоде, периоде перехода в боли, ничего нового там нет. Но вот только то, что при потере эстрогеновой защиты миокарда, это дело еще может отяготиться инфарктом, что крайне неприятно, и что, к сожалению, очень часто встречается. Значит, женщине нужно растягивать позвоночник, он должен быть гибким, растянутым и накормленным, растянутым, потому что он хорошо кушает. В него хорошо можно загнать питательные вещества, включая хондроитин, кальп, метамин D, минералы, микроэлементы. Когда хребет и кости нагружены, и хребет растянут, он питается таким образом, что при растяжении заходит питательное вещество, при сжатии выходят отработанные материалы, токсины. Вы же знаете, что в позвонковых дисках, как любой хрящевой ткани, нет сосудов. Методом диффузии сжатие, растягивание – это способ загнать туда питательные вещества и убрать оттуда отработанные материалы, токсины в частности. Поэтому растягиваем хребет, нагружаем кости, таким образом мы улучшаем усилиние питания. Хондроитин для любой женщины в любом возрасте – это жизненно важная вещь, хотя бы для того, что усвоительная ткань, лицо в том числе, межпозвонковые диски, кости, связки – это все требует питания полноценного, адекватного. Если вас интересует молодость лица, да, это тоже работает. Так же, как и работает для молодости позвоночника. Авариальный резерв. Я говорила вам об авариальном резерве, когда мы общались с вами на предметах здоровья подростков, но вопрос в том, что, вы помните, сло половых клеток закладывается до рождения девочки, внутри утробы матери закладывается овариальный резерв ее плода женского пола. Этот резерв нельзя увеличить, но он постоянно будет снижаться. Уже в утробе матери девочка начинает терять эти клетки. И вот до критической точки, когда снижается этот резерв, тут же и определяется это наступлением менопаузы. Вот этот самый график. Вот рождение девочки уже происходит, но она уже потеряла какое-то количество этого самого резерва. И вопрос в том, что с годами жизни они уходят, уходят, уходят. Нет прямой зависимости, что вот нет месячных, и невозможна беременность, и нет запаса в авариальном резерве. Это не совсем так линейно совпадает. Но вопрос в том, что сохранить, сохранить, понятно, что не полностью вот это таяние авариального резерва затормозить, его затормозить никогда невозможно, но сохранить по максимуму, продлить молодость женщины, и гормональную, и биохимическую, и авариальную туда вошла в обе, можно. И Гриплайн вам в помощь, как онкопротектор, радиопротектор, антиоксидант и антиэйджинг продукт, антискоритель. Омолаживает и защищает молодящие вещества, в том числе, конечно же, витамин С, зомброза, антиоксидант, безусловно. Периодически, особенно, ну если вы точно не беременны, витамин С можно, и если нет уратов, почках. Но, хочу сказать сразу, Гриплайн это тот уникальный суперпродукт, который можно каждый день жизни и практически всем. И поэтому на Гриплайне ставим особый акцент. Старение яичников. Вопрос в том, что, ну, конечно, индивидуально происходит процесс вот этого самого старения. У кого-то выпадение волос, у кого-то потерянуса кожа, как-то кожа постарела, потускнела лишний вес, боли в суставах, вся симптоматика климакса, мастопатия, апатия, депрессия, снижение либиду или хроническая усталость. Понятно, что хроническая усталость может быть сама по себе, но вопрос в том, что со старением яичников и с биохимическими, нейрорегуляторными изменениями это связано в первую очередь. И вопрос в том, что это же управляемо. Это же все управляемо. Не только по самым болевым точкам, остеопороз, инсульт и рак нужно работать. Хотя все эти точки перекрываются тем же самым Гриппайна, Лопа, Кальцием, Ечаем, Флорой. Вы знаете об этом. Вопрос в том, что с этим нужно работать осознанно и составлять планы для себя. Не ждите схем, которые кто-то вам напишет и вы будете слепым следовать. Нужно понимать, зачем вы это делаете и по какой причине вы берете для себя этот набор продуктов. Про старение яичников пишут, что хроническая усталость и старение яичников часто совпадают у женщин. Нейромедиаторы головного мозга и гормональфон, которые рассматриваются внутри половой системы женщины. Как правило, все это совпадает по своему состоянию. Процесс старения закономерен, но его можно отсрочить. И можно и нужно управлять. И в плане профилактики старения. Антиэйджинга. Мы с вами говорили, почему кептовид с карнитином и магнием. Магний, цитрат малат, кофермент КУ-10. Почему это и есть самые вещества, которые нужны митохондриям. И каждой клетке, которая хочет жить, дышать и которая хочет все-таки самовосстанавливаться, саморегулироваться, а не умирать. И к нейроэндокринному баланс регуляции, это имеет отношение очень прямое. Профилактика рака. Она цена тем, что проведена вовремя. И кроме гриппайна на каждый день, пожалуйста, примите к сведению, что после 40 желательно кушать ей чай просто для профилактики. Вам не нравится противораковая направленность ей чая? Не берите к сведению это действие. Примите к сведению, что ей чай дается детям от температуры и от запора, чтобы прочистить кишечник и печень, желчеводящие пути. Примите это действие. Вы занимаетесь детоксикацией. Если вам неприятно противораковая направленность, вы не хотите об этом думать? Не думайте. Думайте о детоксикации. И это будет правильно. Ей чай каждый день. Само собой, очень женские продукты. Омега-3 и келк. Если вам можно йод. Ваша щитовидная железа здорова. Тогда благодарите Бога за такое счастье, что вы дошли до менопаузы со здоровой щитовидной железой. И старайтесь по максимуму сохранить это счастье. Оно редко кому достается. Если вы с этим работаете, это ваше. Если вы с этим не работаете, пускаете на самотек, ничего хорошего не будет. Статистика по гипотириозам, по узловым зобам, которые произошли из аутоиммунного тиреидита. Просто ужасно. Я не хочу вас сейчас огорчать, но поверьте. Вебинары, посвященные этой теме, есть. Ролики записаны. Если хотите, гляньте. Хочу сказать вам только одно. Пока вы можете воспринимать йоду, у вас нет ограничений, воспринимайте. Уберите и радуйтесь. Келп и противораковый, и от снижения метаболизма. И в общем, что-то еще иммунокорректор. Не стимулятор, а корректор. И в компании с омега-3 это очень мощное противораковое, ну даже не трио, а квартет. В компании с е-чаем и хрипаем. Само-со, что локла, лицетин, флора, коралловый кальций тоже противораковый. Это все вместе работает прекрасно. Доброту в противораковый квартет, пожалуйста, не забывайте. Е-чай, гриппайн, омега, келп. Пожалуйста, займитесь этой темой вовремя. Лицетин нужен каждой клетке. Не только половой. Мозги, сердце, сосуды, эндокринная система, печень, почки. Тургор кожи. В конце концов, тоже это важно. И профилактика, конечно же, высокого холестерина. Лицетин это ваш продукт на каждый день. Капсула в день. Это нормальная порция. Если вы кушаете его каждый день своей жизни, то есть две банки в год, в год лицетина, на одну душу, которая у вас есть в семье. Это нормально. 170 капсул, то есть капсула в день. Но она должна быть принята каждый день, чтобы потом не пришлось искать схемы, где написано по 6 капсул, по 26, потому что надо срочно что-то лечить. Не надо лечить. Займитесь профилактикой и питанием. Это вам счастье. Железо с хлорофиллом, само собой, хотя бы неделя в месяц железо, каждой женщине обязательно. В зависимости от того, сохранился менструальный цикл, не сохранился, а не важно. Если у вас есть мышцы и вы ими работаете, миоглобин затрачивается. В любом случае вы его расходуете. Поэтому неделя, каждый месяц железо обязательно. Хлорофилл каждый божий день, само собой. Для того, чтобы хорошо смотреть на этот мир, хорошо открытыми глазами, трезвой головой, чувствовать себя нормально, не взвеситит лекарств. Пипец с карнитином и магнием. То самое, что было в омолаживающем комплексе, который вашим митохондриям дает энергию, силу. Каждая клетка дышит, питается и молодеет. Само собой, смарт-милл уникальный продукт. При минимальной калорийности, максимальная польза витамины, минералы, микроэлементы, антиоксиданты, детоксикация. При этом растительный белок – это просто счастье, а не продукт. Магний. Еще раз напоминаю магний, который к тому же, кроме того, что он является очень мощным энергетическим насытителем для каждой клетки, для каждой митохондрии. Это еще профилактика камнепада в почках и профилактика гипертонии, что крайне. Запредельно важно для любой женщины, которая в перестройке живет и хочет сохранить трезвость ума, ясность памяти, хорошее давление высокое и отсутствие потребности в лечении. Кофермент КУ-10 жизненно важно. Сердце, сосуды, профилактика атеросклероза, профилактика парадонтоза, профилактика ожирения. Когда коферментов в сердечной мышце становится в половину меньше от нормы, сердечная мышца очень серьезно страдает. Чуть ли даже не вообще перестает жить, потому что гипертоническая болезнь, парадонтоз, ожирение и прочие вещи очень четко коррелируют с падением уровня выработки собственного кофермента. Не дайте ему упасть. Введите его в составе добавки. И вы увидите разницу. Локла уникальный суперпродукт, который вас детоксицирует, защищает от рака, вводит калий, защищает от радионуклидов, особенно активно у цезия, которому калий является химическим родственником. То есть локла это уникальная защита и поддержка, это противораковая защита. Я хочу сказать, что если вы к нему еще не привыкли, то привыкайте самое время, потому что это отрицательная калорийность. Локла забирает у вас больше калорий, чем в себе приносит. Вы еще можете хорошо похудеть, если один или два приема пищи замените на локла. Это актуально любой женщины, особенно в периоде изменения в гормональном фоне. Кальций, магний, хилак с витамином Д, само собой, как Божия царя храни, каждый день выполняете суточную кальциевую норму и суточную норму по витамину Д, невзирая на то, какой у вас возраст. Юный или уже не очень. Если уже не очень, тем более считайте кальциевую норму и выполняйте. Особенно если вы не любите или не усваиваете молочные продукты. Или вы не доверяете им, потому что они, как правило, фальсифицированы. Что, к сожалению, правда. Кальций, магний, хилак именно с витамином Д, чтобы витамин Д загнал ваш кальций в ваши кости. Каллоидное серебро. Само собой, что нельзя дать хронической усталости, поднять голову и поднять вас под себя. Хроническая усталость начинается с грибковой инфекции, все обзнают. Любые другие инфекции, в любых других местах, будь то хеликобактер в желудке, это провокация рака желудка, будь то миндалины, зубы, система пищеварения, мочеполовая система, неважно где. Каллоидное серебро везде достанет и порядок наведет. Если это профилактика, в профилактическом режиме неделю каждый месяц каллоидное серебро натощак. Берите и пользуйтесь. Железо-хилак тоже неделя, но другая, не та, которая с серебром. Для того, чтобы ваша кровь была полноценная, чтобы она приносила этот к мозгу, пожалуйста, железо-хилак неделю в месяц. Напоминаю еще об омолаживающем комплексе, который важен даже не для клеток, а для митохондрии, для субклеточных органелл. Метритоэнергетические станции клетки. Каждой клетке, особенно интенсивно работающей, требуется. Магния, молот, цитратка, фермент и карнитин. И аминокислоты в компании с карнитином и магнием, естественно, тоже. Эти три суперпродукта – это ваше омоложение дыхания, ваших клеток и запасание энергии. Среди антиоксидантов ведущее место я все-таки сохраняю с агрепайном, который можно и нужно кушать каждый божий день по таблетке. Обязательно локло каждый божий день. Жизненно важная вещь. Защита от рака. Защита от ожирения. Ататароза, инфаркта, инсульт и диабета. То, что я предлагала вам в борьбе с глютеновой непереносимостью, то есть для быстрого насыщения организма жизненно важными энергоемкими веществами. Ферменты пищеварительные. Два пептовита, два лецитина, одна омега, один кофермент. Вот если вы этот комплекс кушаете с любой едой хотя бы раз в день или хотя бы через день, вы увидите изменения очень быстро, больше энергии, больше сил, вам не нужно кофе, вы не хотите допинга энергетического, вы себя чувствуете бодро, радостно, спокойно, расслабленно. То есть вот полноценное насыщение себя энергией, при этом нет никакой тревожности, гиперактивности, при этом вы расслаблены. Вот такая спокойная уверенность в себе, насыщенность энергии. Люди, которые это делают, рассказывают вот такие интересные вещи. Попробуйте, не пожалеете. Гриппайн с протектором один в день обязательно. Кальций, магний, хилат, суточная норма обязательно. Вот все это вместе с флорой, которая является онкопротектором. С гриппайном, кальцием, смартмилом, хлорофилом. Не забудьте, пожалуйста, сюда добавить хондроитин. И это будет почти все, что я хотела вам сегодня предложить. Железо и серебряные недели в месяц. Не забудьте, пожалуйста, о том, что в компании НСПИС очень много суперпродуктов, которые могут понравиться вам. Пробуйте их, пожалуйста, подбирайте и используйте на полную, на полную возможность. Быть здоровыми, независимыми от лекарств, от болезней. Строите свою жизнь так, как вы хотите. Будьте полностью независимыми от негатива, который можно предотвратить. Будьте здоровы, энергичны и помогайте людям. Долгих лет вам и здоровой наполненности этим долгим годам. Все в ваших силах. Сделайте это, пожалуйста.